Я станицу Чернореченскую не поменяю ни на что, даже на Лос-Анджелес и так далее. Я вам приведу слова такие. Если крик не трат, святая, кинь ты ручь, живи в раю, я скажу, не надо рая, дайте родину мою. Для меня это малая родина и, конечно, чувство гордости за эту станицу, потому что здесь выросли многие поколения казачества, которое вот сейчас возрождается. Нет такого места на земле роднее, чем моя станица. Время вечность летит, рассыпая года, словно зерна поспевшей пшеницы. И лишь память должна сохранить навсегда зарождение каждой станицы. Год за годом летят, оглянемся назад. Важно помнить, как все начиналось. Ради наших отцов, сыновей и внучат рассказать, как станица рождалась. 135. Много это или мало, однозначно не ответишь. Но именно столько лет назад, в 1879 году, на живописном месте широко и привольно раскинулась станица Чернореченская. С тех пор произошло немало событий. Разные времена пришлось пережить чернореченцам. Тяжелые годы войны, разруху, процветание и славу родного колхоза и перестройку, когда на их глазах стало рушиться то, что строилось не одним поколением жителей станицы. Сегодня Чернореченская насчитывает свыше 400 человек. Для этой большой дружной семьи 135-летие не просто праздник. Это юбилей их общего дома, к которому они долго готовились. Организовали концертную программу с участием творческих коллективов Мирнинского дома культуры, выставку-ярмарку с элементами казачьего быта и кухни, куренями. На этот юбилей приглашены артисты из Мирнинского дома культуры. Наши ахметовцы споют несколько песенок. Для того, чтобы веселее, интереснее проходило это мероприятие, мы решили организовать выставку поделок Ахметовского дома культуры. Привезли курень с предметами казачьего быта. Социальная обслуга населения. Выпечку подготовили. И школа выставку сделала. Будет здесь еще присутствовать поделки народного умельца станицы Ахметовской по дереву. Естественно, они будут отмечены местами, типа конкурсного мероприятия. Программа будет большая, насыщенная. В основном все жители Станицыно-Реченской будут отмечены подарочками, грамотами. Сегодня мы собрались на праздник. Достойно встретим гостей и проводим, угостим. И сами отметим этот праздник. Очень рады, что к нам приехали сюда гости. Все подготовились. Очень всем довольны. Девочки, довольны? Да, конечно. Довольны. Соцработники хороши. Всех гостей встречаем от души. С юбилеем Станичников поздравили заместители главы района Олег Кухной и Татьяна Гриднева, депутат районного совета Любовь Туркова, начальник управления физической культуры и спорта Виктор Мирошниченко. 135 лет – это, наверное, в истории небольшая дата. Но вот для такой небольшой станицы, история, которая вместила в себя все эпохи образования, войны, революции, становления, коллективизацию – это очень и очень немало. И здесь действительно живут замечательные, трудолюбивые, неравнодушные люди, любящие свою станицу, любящие Кубань, любящие свою родину, которые и своими делами, и трудовыми, и ратными подвигами доказывали эту свою любовь. Разрешите мне поздравить вас с таким замечательным праздником, в таком красивейшем уголке нашего района. Здесь даже воздух другой, здесь по-другому дышится. Хочется пожелать вам крепкого здоровья, процветания, как уже все говорили. Пусть солнце ярче светит, мира, добра, взаимопонимания. Я бы хотел выразить вам еще благодарность за то, что вы растите прекрасных таких детей. Дети – это у вас золотой просто фонд не только Ахметовского, но и Лобинского района, Кубани и всей России. Это действительно прекрасные дети, такие красивые, симпатичные, здоровые и крепкие. С днем рождения, родная станица! Низкий поклон всем проживающим здесь. Хвала рукам, что пахнут землею, потом, молоком. Здоровья вам, благополучия, радости, мира и отличного настроения в сегодняшний день. Станица богата своей историей и традициями. В ней живут и трудятся замечательные люди, благодаря которым малая родина с каждым годом становится все краше, уютнее и современнее. На праздники чествовали лучших тружеников станицы, долгожителей, юбиляров совместной жизни, многодетные семьи, педагогов и школьников. Добрый, порядочный человек. Николай Иванович, от всей души. Служу станице Чернореченка. В праздничный день прозвучали слова об истории станицы, о ее жителях, защищавших родину во время войны. Память земляков почтили минуты молчания. Сельское поселение крепко стоит на ногах, создаются комфортные условия для жизни и отдыха. Такую красоту, как здесь, описать сможет только тот, кто родился и вырос здесь, кто душой и сердцем привязался к этим местам. Люблю я родную станицу, где летом шумят тополя, где хлеб на полях колосится, цветет и добреет земля, Где зори купаются в росах и свежестью манят луга, душистые в поле покосы, ромашку пахнут стога. Вот горная речка петляет, лес зеленеет вдали, чистый родник пробивает преграды свои на пути. Здесь ветер покоя не знает, жасминовый запах даря, листвою деревьев играет, ласкает родные поля. А утром долины в тумане, где звонко поет соловей и кисти калины багряной, все это в станице моей. Субтитры подогнал «Симон» ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА